Для приготовления теста нам понадобится кефир, 2 яблока, сода, сахар, мука. Пол литра кефира мы валили в емкость. Добавим сюда чайную ложечку соли и оставим на 5 минут для выражения. Тем самым мы очистим наши яблоки от кожуры. Нам понадобится 2 яблока, желательно кислых или кисло-сладких. Яблочки мы очистили от кожуры, теперь нарежем их мелкими кубиками. Тем самым происходит поражение в нашей емкости кефир и стадо. Видите, какой процесс у нас происходит, пока режем еще яблочки кубиками. Яблочки мы порезали, теперь добавим в нашу емкость сахар. И размешиваем. Теперь будем добавлять муку. Муку обязательно просеиваем через сито для того, чтобы наша мука обогатилась кислородом. Мы всыпали в стаканчик 1 муки. Теперь мы тщательно размешаем. Проверяем, чтобы не было коньячков. Потом будем взбивать веночком. Смотрите, наше тесто бьется прямо с веничком, поэтому добавляем еще один стакан. Таким же самым образом муку через сито просеиваем. И снова взбиваем муку. Когда уже тяжело будет веничком взбивать, значит, будем вымешивать ложечкой, тестовая наш венчик. Венчик уже нам не понадобится. Мы сгребли с него тесто. И будем вымешивать в дальнейшем ложечкой. Вот такое вот тесто густое. Сейчас мы его еще домешаем, чтобы оно не спадало, не сливалось, а спадало с нашей ложки. Вот такое вот тесто у нас получилось. Видите, оно не спадает с нашей ложки. Значит, тесто готово и будем выпекать. Но прежде чем выпекать, мы сюда добавим наши яблочки. И перемешиваем хорошенько. Ставим на огонь нашу сковородочку на плиту. И будем добавлять подсолнечную маку. На разогретую сковородку будем выкладывать наши оладьи. На разогретую сковородку мы выложили наши оладьи. И немножечко переключили наш огонь. Переворачиваем наши оладьи. И вот такие вот красивые оладьи получаются. И сразу же начинаем подниматься. Оладьи готовы. Выкладываем их на кастрючку. Вот с обратной стороны они точно так свежие. Они пышные. Видите? Пышные красавчики. Все, поливаем сметанкой. Все, поливаем сметанкой. Продолжение следует...